всем привет меня зовут илья и сегодня на повестке дня дорогие друзья у нас обзор бас-гитары такое несложное лайтово видео я бы сказал кофейно-чайно не будем сегодня какую-то теорию даваться какие-то страшные слова термины практика упражнения тогда тогда сегодня этого не будет взрыва мозга мы сегодня отдохнем так скажем не так давно я шел магазин за шурмой встретился у старого друга у которого свой небольшой музыкальный магазинчик мы с ним разговаривали естественно о жизни и он мне говорит или а слушай у меня есть классный бас который может быть тебе будет интересен не хочешь взять себя на обзор сравнить со своими какими-то инструментами и так скажем высказать свое мнение на эту тему естественно игру конечно хочу сделаю контент мужикам на ютубе сам разовьюсь так скажем и этот замечательный струн попал мне в руки это корт опять опять плюс старшая серия корт инструмент позиционируется как профессиональный для на нем играл уже где-то три-четыре дня тестил записывал и у меня сложилось свое определенное мнение этим мнением я сегодня с вами дорогие друзья поделюсь первое что бросилось мне глаза когда я видел замечательный инструмент это бридж вы просто посмотрите на него это не бридж так это булдыга огромный массив просто железо тут стоит какая-то непонятная таких бриджов я не видел давно и давненько не видел только на каких-то супер крутых инструментов очень массивный на четырех болтах и здесь у нас струны сквозь корпус идут как говорят производители бас-гитар это лучший способ и якобы значит фиксации струн здесь в машинке почему лучше потому что здесь две точки соприкосновения струны первая точка это у нас на самом бридже самой машинки и 2 . непосредственно здесь на корпусе это как бы лучше увеличить состояние увеличивает чистое частотный диапазон инструмента яркость звучание в общем это все круто не будем с этим спорить наверное это так оно есть если профессионал об этом говорят поверимым значит лучший вариант дальше если присмотримся здесь увидим надпись hip shot как мне объясняли знающие люди hip shot это крутая очень фурнитура для бас-гитары это какой-то цинковый сплав специальный очень легкий и что касается колков вот эта легкость придает им во первых уменьшает сам вес инструмента инструмента становится удобнее лучше баланс меньше перевешивать грифы за счет этих легких колков соответственно также здесь мы видим тоже hip shot как бы перевернуть так что было видно не знаю будет видно не видно тоже hip shot здесь написано вот и непосредственно колки мне понравились не хорошо строить это если первый день настроил бас-гитару когда мне в руки попало и больше ее так не настраивал перед видео только я подстроил чтобы совсем там так скажем не ударить грязь лицом но гитара не расстроилась то есть колки колкам вообще вопросов никаких нету hip shot в общем крутой крутая фурнитура для баса вот я сейчас говорил эти слова слова смотрите баланс инструмента вот я ставлю инструмент убираю руки вот баланс инструмент я даже могу попрыгать вот он начинает перевешивать в итоге перевесит но все равно этот баланс просто ну посмотрите это классно вот обычное положение которым я играю я оставляю инструменты он у меня никуда не валится очень круто в плане баланса прям 10 из 10 это очень удобно когда у тебя инструмент сразу вот так вот не клюет носом а именно хорошо сбалансированный при том что это пятиструн это для пятиструн вообще редкость когда хорошо баланс потому что гриф тяжелый гриф толще и струн больше и колков больше обычно пятиструн валятся но здесь такого нет то есть здесь как бы даем плюсик 1 большой жирный за баланс инструмент классно сбалансированный вот перемещаемся плавно дальше здесь у нас бортолине два датчика хамбакера пять крутилок видно не видно не до 5 раз два три 4 5 крутилок они тоже здесь классно сделано цветом под фурнитуру то есть если бы они были черные были бы вопросы у меня лично но продумали в компании корт этот вопрос то есть крутилки такого цвета светлого под хипшотскую фурнитуру соответственно у нас громкость общая соответственно баланс датчиков ничего нового и трехполосный супер эквалайзер супер важный и здесь также переключение переключение актив пассив присутствует вот и это очень круто можно всегда например если у вас есть прям какой-то например лампу или крутой какая-то голова басовый можно всегда отключить сыграть пассивном режиме а если например линия опять же мы можем вставить актив и играть напрямую в линию то есть вариант вариативность инструмента из-за этого становится очень крутой можно и с хорошим приемпом играть и в линию спокойно в любое место в любую в любой там концерт пишетесь любой клуб в любой концерт мощетку воткнулись по актив и у вас эквалайзер соответственно вы регулируете все что вам надо очень круто переключение актив пассив это я за это очень люблю фирму корт например на ибанезах там ср серии по моему до сих пор этого нету до сих пор у них там какой-то наподобие режим средних частотки то бустеры там отсечки все что угодно но вот актив пассив они так и не сделали а вот здесь вот есть от актив пассив это очень круто что касается электроники здесь я заметил одну прикольную фишку вот этот тумблер который нас переключает актив пассив при переключении в пассив режим не меняется никак громкость абсолютно одинаково вот смотрите сейчас работает нас активный сейчас работает пассивный и с одной стороны это прикольно я правда не знаю почему так работает напишите в комментариях почему у нас при переключении в пассивный режим такая же громкость я могу предположить что это датчики здесь стоят все-таки пассивный портали не я не знаю почему потому что обычно если стоят активной датчики мы их переводим пассив сразу уровень чувствительности уровень сигнала пропадает становится меньше потому что пойдет активные датчики они как бы созданы для того чтобы работать с премпом и когда они в пассивной режиме они очень слабенькие но здесь такого не происходит Если такого не происходит, здесь уровень громкости такой же Я вот не понял, почему, честно говоря Мне кажется, что здесь стоят пассивные бортолины Мне кажется Либо какие-то ухищрения с электроникой Напишите в комментариях Вот тут я не понял, почему одинаковый Например, на моей B5, опять же, я переключаю в пассив У меня сразу становится уровень громкости меньше Потому что датчики как бы активные Они в пассиве, у них чувствительность меньше Здесь такого нету Это прикольно, с одной стороны То есть вы не теряете сигнал Вам не надо еще где-то подкручивать Если вы играете в комбики, например Это плюс Но минус, как мне показалось, неудобно То есть я не понимаю, в каком я режиме Здесь на тумблере не написано Если мы уберем вот эту наклейку Я не понимаю, в каком я режиме Могу понять, только вот я добавляю Частоты Средние Средненький и низ А так вообще непонятно Никак не отличается тон Это круто Я говорил в обзоре на свой B5 Что это круто, когда не меняется тон Значит, хороший преамп стоит Здесь преамп Mark Bass Не хухры-мухры Вот И, кстати, в названии Слово плюс обозначает, что Здесь стоит именно преамп Mark Bass Если раньше там были Бартолини преамп И не было этого названия плюса Как бы А5+, То здесь стоит преамп уже Mark Bass И, соответственно, название тоже Это слово присутствует Вот Это очень круто Крутой очень преамп Вообще никак не меняется При перемещении То есть Мы, по сути, включаем эквалайзер Дальше уже При помощи вот этого эквалайзера Где-то корректируем частоты Но при этом Тон инструмента никак не меняется Так и должно работать Это круто Дальше уже Далее Давайте с вами, дорогие друзья Послушаем каждый датчик по отдельности Как же он звучит Бартолини МК1 Вот этот, вот этот и посредине И здесь мне бросается Первый недостаток Неудобный Неудобство первое Вот эта крутилка Непонятно какой датчик включает То есть Даже здесь вот наклеена картонка Подписанная Но даже с подписанным Непонятно куда крутить надо И это неудобно Когда картонка снимется Естественно Это еще будет сложнее Опять же Это можно где-то случайно Не так крутануть На концерте Не туда Это постоянно надо Что-то смотреть В общем это неудобно Мне вот это не нравится совсем Всегда можно ошибиться Это как Какую-то привычку вырабатывать Специально для этого Чтобы научиться правильно Вот эти включать датчики В общем я не знаю Какой я сейчас буду датчик включать Какой выключать Но будем двигаться Слева Лева Посрединка Права Да Лева Посрединка Права Не забудем Не забудем Лева Давайте первую позицию Лева Я не знаю какой датчик будет сейчас В общем давайте послушаем Это у нас был Вот вот Была левая позиция Средняя позиция В средней позиции Естественно Традиционно У нас Оба бортолиния работают Давайте послушаем Как это будет звучать В конце концов Это была средняя позиция Дальше мы двигаемся направо Все правильно Последняя позиция Правое положение Вот так вот Ну здесь Боюсь предположить Что правое положение Это был у нас Нековый датчик А вот здесь Бриджевый Все правильно Значит влево крутим Это бриджевый Серединка 2 И правый Нековый Все Оказывается Оказалось проще Дерево Наконец-то мы с вами Добрались до самого интересного До деревянной теории Давайте разбираться Из чего эта бас-гитара сделана Не надо быть каким-то Доктором наук Чтобы понять Что здесь у нас Кленовый топ Светлое дерево Если развернуть дальше Дерево Значит два куска Как я понимаю Здесь два куска Наклеены Это Как говорят Производители Красное дерево Значит красное дерево Корпус Кленовый топ И как мы видим Здесь у нас Гриф сквозь корпус Проходит Что делает Опять же Увеличивает Сустейн Увеличивает Надежность инструмента И удобство игры Кстати Потому что здесь Нет никакой пятки Она скошена Здесь совсем То есть И отсутствие этой пятки Делает доступ К 24 ладу Очень свободно То есть в этом плане Сквозные грифы Мне очень нравятся Они очень удобные Тут практически Никаких препятствий нет Очень удобно В этом плане Какие-то быстрые пассажи Играть В общем здесь Опять же За сквозной гриф Тоже можно Сказать спасибо Сказать поставить плюс Очень сквозный гриф Прикольно Значит клен Естественно По любимой деревянной теории Здесь у нас баланс Как будто Магический баланс Если красное дерево Дает какой-то Теплый Мощный Глубокий низ Там вообще Низкую середину Какую-то То клен Естественно Он дает Какой-то звон Какой-то колокольчик В звуке Атаку И это все Магическим Волшебным образом Комбинируется Сливается в едино Сливается в мифический Волшебный звук Если это так можно назвать В общем с корпусом Разобрались Ничего нового Значит ничего такого Довольно Классическое Вот это красное дерево С кленовым топом Гипсон так делает В общем по-моему Да там Красное дерево Кленовый топ Классика Идем дальше Значит гриф Что касается грифа Мне очень понравился Здесь гриф Он очень сбалансированный Опять же Очень удобно играть Когда-то давно Я играл на мюзикмене Там на пятиструнном Ну естественно Недешевом И мне вот этот гриф Напомнил Вот этот мюзикменовский Вот этот мюзикменовский Причем Чувствуется в руке Гриф То есть Например я беру Свой B5 И там все Подешевле И как бы Гриф немножко Как будто бы тоньше Как будто меньше Всего материалов Как будто бы Не такой массивный А здесь прям Есть за что поддержать Есть за что Базгитару взять И как бы Прям чувствуется в руке Вот это вот Тело грифа А гриф это очень важен Дорогие друзья Не стоит недооценив Гриф и в звуке Он очень важен И на грифе происходит Ваше так скажем Ваше соприкосновение С миром музыки С нотами На грифе именно Вот это ощущение от игры Гриф очень важен И здесь На этой басгитаре Мне очень понравился гриф Он мне напомнил Музыкменовский Очень удобный То есть я например Играю аккорды Я играю здесь аккорды Играю здесь аккорды И практически у меня Вообще ничего не меняется Ощущение от игры Что на первых ладах Что там на 24 У меня рука Очень сбалансирована Если например На джаз басе Попробуйте Сограть здесь Там и здесь Там гриф сужается У вас Пальцы начнут уже По другому гнуться И надо по другому Уже изощряться Здесь все очень хорошо Сбалансировано Мне это очень нравится В общем гриф просто супер Мне очень понравилось Ощущения от игры Вот реально Просто классные Напомнил мне Музыкменовский Вот этот вот Классный гриф И отдача сама Вот этих Очень классно За гриф Десятка однозначно Очень круто Очень удобный гриф Наверное Один из самых удобных Один из самых лучших Грифов Которые мне попадались В завершение Дорогие друзья Предлагаю с вами Послушать Как работает эквалайзер Как работает преамп Все таки Маркбас И было бы неправильно С нашей стороны Не послушать Как он влияет На тон И звучание Данного замечательного инструмента Сейчас у нас Активный режим Три крутилки Низа Средина И верха Давайте возьмем Какой-нибудь простой риф Просто послушаем Как будет меняться Тон инструмента Это у нас в ноль Послушаем Низа Добавим Низа Теперь давайте послушаем Как работает серединка Выкрутим ее помощнее Серединка И естественно Послушаем верха Как у нас будут Работать верхние частоты Ну и в завершении Попробуем комбинацию Немножко выкрутим серединку И немножко уберем верха Как это будет звучать Все Будем закругляться Потихонечку Все посмотрели Все что можно Дерево электроника Вы сами все слышали Сами все видели Вы можете сами Сделать для себя вывод Но естественно Я за собой оставлю Как бы право Свой вердикт сказать Что мне понравилось Что мне не понравилось В этом инструменте Первое Мне очень понравился Гриф Удобство Мне понравился баланс И в целом ощущение от игры Я сейчас беру Именно ощущение от игры Насколько мне нравится Играть в инструменте Насколько мне нравится Извлекать на нем ноты Насколько у меня комфорт Насколько у меня Появляется творческое желание Вообще творить Играть И на этом инструменте Очень круто сделано Очень классный гриф Очень удобно, особенно для моей фингерстайловой игры Я люблю играть аккорды Это очень круто, прям очень удобно И отзывчивость инструмента Опять же я Очень отзывчивый инструмент Немножко даешь динамику Он реагирует на все Можно играть какие-то очень тонкие нюансы Какие-то очень тонкие вещи Очень, так скажем, техничный инструмент Это все будет, на это все реагировать И очень правильно Мне это очень нравится Он, как сказать-то правильно Позиционируется как профессиональная бас-гитара Это высокая серия аккорд Одна из самых высоких у них, дорогих И она позиционируется как именно для уже профессиональных Константирующих музыкантов Как надежный инструмент И по ощущениям, по самому соприкосновению С этим инструментом Я могу сказать, что действительно так Инструмент выглядит очень круто Именно качество сборки, опять же, всех швов Всего, просто, опять же, я удивлен Я с B5 удивлялся за недорогой инструмент Такой качество сборки Опять же, в сравнении с некоторыми инструментами Недорогими, если сравнить То тут просто все гораздо лучше Я, опять же, беру сейчас ощущение Вот это вот от игры Не беру звук Потому что звук это вообще максимально Максимально, так скажем, размытое понятие У кому-то нравится пресижн Кому-то нравится джаз-бас Кому-то музыкмен Кому-то там и бонес Это совершенно разный звук вообще То есть философия другая Совершенно другая И здесь, соответственно, у корта У корту вот это удалось Какой-то свой характер даже получить Какой-то такой Свой характер звука И это, конечно, современный инструмент Это современный звук Это модерновая палка Хорошо для фьюжна подойдет Для металла И да и джаз на ней можно играть За счет универсальности электроники Это супер универсальный инструмент Опять же Очень удобный, как мне показалось И один, наверное, из лучших вообще инструментов Который я держал руки без привлечения Очень здорово И я считаю, что название Professional Bass Guitar Здесь полностью, так скажем Полностью соответствует тому Что написано в описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok